Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алекс Коротков. Сегодня мы с вами распакуем много интересных комиксов. Посмотрим, полистаем, ставьте лайк и начинаем! Открывает сегодняшняя распаковка комикс «Бэтмен под красным колпаком». Сюжетная арка издана DC Comics в период с ноября 2005 по апрель 2006 года. Над сюжетом работал Джад Винник, рисовали Дуг Менке, Эрик Баттл, Шейн Дэвис. В истории показаны приключения антигероя красного колпака. Комикс рассказывает о происхождении и мотивации, что движет персонажем, что его связывает с Бэтменом, за что он мстит Джокеру и откуда у него такой образ. Комикс красиво нарисован и имеет крепкий детективный сюжет. Всем любителям Бэтмена рекомендую к ознакомлению. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжает распаковку также книгу от DC Comics «Кризис на бесконечных землях». Ограниченная кроссовер-серия комиксов из 12 выпусков, выпускавшиеся издательством DC Comics в период с апреля 1985 по март 1986 года. На серии работали Марф Вульфман и Джордж Перес. Данная серия является важным кроссовером во вселенной DC, изображающим огромное количество персонажей за несколько десятилетий работы издательства. Важность кроссовера также и в сюжете, отменяющем альтернативные миры и изображающим гибель известных персонажей, таких как Супердевушка и Флэш Барри Аллен. Серия стала бестселлером. Многие читатели знакомы с ней как популяризатором масштабных кроссоверов. В дальнейшем серия получила нескольких продолжений. Данная книга должна быть в коллекции каждого любителя эпичных приключений. Продолжение следует... Следующей книгой комиксов сегодняшней распаковки будет Хранит. Ограниченная серия комиксов из 12 выпусков. Опубликованная компанией DC Comics в период с сентября 1986 по октябрь 1987 года. Субтитры создавал DimaTorzok Авторы серии писатель Алан Мур, художник Дэйв Гиббонс и колорист Джон Хиггинс. Сюжет повествует о жизнедеятельности костюмированных героев в мире с альтернативной историей. Отличия от реального мира начинаются с 1938 года и до 80-х актуальных для серии. Хранители пример невероятно успешной серии комиксов, разросшейся до целого франчайза, в котором имеются приквелы, сиквелы, а также визуально-эффектная экранизация. Личный я с серией Хранителя познакомился благодаря одноименной экранизации от Зака Снайдера. Серию Хранители знают и любят по всему миру. Она получила десятки наград и является одной из лучших, согласно многим популярным агрегаторам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приступим к распаковке адаптации в формате графического романа, частью классического эпоса «Божественная комедия Данте Алигьери», а именно от «Данте». У нас роман издан издательской группой АСТ в 2023 году. Иллюстрации графического романа выполнены лауреатами премии Сезару, знаменитыми иллюстраторами и анимационными режиссерами Полем и Гаэтаном Бризи. Главному герою эпоса Данте под руководством поэта Вергилия предстоит преодолеть девять кругов ада, чтобы найти свою возлюбленную Беатрича на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тему классических произведений продолжает графическая адаптация романа ужасов Дракула Брэма Стокера. Первоначально графический роман был издан Classical Comics в 2012 году. У нас книга была издана Exmo в 2017 году. Дракула Брэма Стокера оказал грандиозное влияние как конкретно на жанр ужасов, так и на литературу того времени в целом. Он послужил основой для многочисленных литературных, кинематографических и игровых произведений. Графический роман повторяет знаменитый сюжет Брэма Стокера про таинственного вампира графу Дракулу и его трагичную историю любви. Дракула Брэма Стокера Продолжая тему мрачных историй любви, Распакуем и полистаем с вами, друзья, один из главных готических комиксов. Весьма редкую в наших краях книгу комиксов Ворон. Серию создал Джеймс Обар в 1989 году. Комикс можно назвать воплощением тяжелых эмоций автора в результате личной трагедии. Изначально комиксы издавали Скалибр Пресс, затем рядом других издательств. Комиксы быстро обрели популярность и огромную фан-базу, и уже в 1994 году получили свою первую экранизацию и игровую адаптацию, а затем и несколько сиквелов. В настоящее время к релизу готовится новая экранизация. Отмечу, что кино 1994 года является одним из любимых фильмов моего брата. Светлая ему память. Сюжет рассказывает о жестоком убийстве влюбленной пары Эрика и Шелли. Несправедливость возвращает душу Эрика в мертвое тело, чтобы отомстить банде насильников и убийц во главе с Тибердом. История выполнена в черно-белом цвете и наполнена трагизмом. В комиксе хорошо показаны чувства влюбленных до роковой ночи и тоска Эрика после. Он стал неуязвимым против своей воли. Будучи мертвым и безлюбимым, ему больше нечего терять. Все, что ему осталось, лишь мстить за Шелли. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующим в очереди на распаковку идет второй том сборника комиксов Чужие. Книга является оригиналом на английском языке. Сама по себе достаточно редкая из-за прошедших лет с момента издания. В наших краях и вовсе штучная. Сборник содержит три истории. Геноцид, жатва, колониальные морпехи. Конкретно для меня в сборнике особый интерес представляла история геноцид, поскольку она была у меня с детства в формате новелизации. В далеком 1997 году, когда мне было 10 лет, на Новый год мама мне подарила вот такую замечательную книгу. Разумеется, я без промедлений всю ее прочел за пару дней. Так выглядело мое первое знакомство с чужими в литературе. Почему именно в литературе, расскажу в одном из следующих видео, где речь пойдет о коллекционных фигурках. Над комиксами работало множество талантливых творцов. Все три истории были изданы в Dark Horse Comics в период с 1991 по 1994 годы. Сам сборник был издан 12 декабря 2007 года. Продолжает распаковку еще один колоритный персонаж комиксов «Судья Дредд». Истоки опубликованы 2000 AD и Rebellion Developments в 2007 году. Книгу комиксов написали и проиллюстрировали создателей «Судьи Дредда» Джон Вагнер и Карл Соскера. Содержащийся в книге пролог написал Джон Вагнер и нарисовал Кеф Уокер. Мое знакомство с миром Дредда произошло в далеком 1995 году, благодаря одноименному фильму Сильвестром Сталлоне и соответствующей 16-битной игре. Игра повторяла и дополняла сюжет фильма. В ней была прекрасная графика, сочная картинка, динамичная эпичная музыка, приятный игровой процесс и удобная система паролей, что существенно облегчало прохождение и давало больше возможностей насладиться игрой. Если вы по каким-то причинам пропустили эту замечательную игру, то можете найти ее прохождение у меня на канале. Возвращаемся к комиксам. В книге происходит знакомство читателей с миром серии. Показано становление городов-гигантов на побережье посреди выжженной пустыни, а также происхождение Дредда и Рика и их первая миссия на улицах города будущего. Друзья, как вы сами видите, комиксы выглядят прекрасно. Они яркие и наполнены динамикой. Вот такая огромная книга комиксов прибыла в мою коллекцию. Паучьи и миры. Комиксы изданы Marvel Comics в период с ноября 2014 по февраль 2015 года. Над комиксами работал большой творческий коллектив. Книга огромная, включающая в себя множество комиксов. Несмотря на то, что я в большей степени интересуюсь комиксами, входившими в 90-х, мимо данного сборника пройти никак не мог. В кроссовере собраны, если не все, то как минимум большинство когда-либо придуманных вариаций Человека-паука. Среди них нашлось место и Алому Пауку, Пауку 2099 года, Нуар-пауку и многим другим, за которыми охотится Морлон. Особенностью отмечу, что тема кроссовера Пауков сейчас весьма актуальна, в связи с недавними фильмами и мультфильмами. Комиксы выполнены красиво, иллюстрации насыщены сочными красками и деталями. Если хотите полистать что-нибудь динамичное и актуальное, то данный сборник отлично вам подойдет. Несколько десятилетий назад Человек-паук впервые примерил инопланетный костюм, который чуть его не погубил, от которого он избавился. Данный комикс показывает, что было бы, если бы Человек-паук так и не снял симбиотический костюм. Ограниченная серия из пяти номеров была издана Marvel Comics в период с апреля 2021 по август 2021 года. Над сюжетом серии работал Чипс Дарски, проиллюстрировали комиксы Паскаль Ферри и Мэтт Холлесворд. Что если Человек-паук плотно срос со симбиотическим костюмом? В этом варианте развития событий, одолеваемые ужасными кошмарами и истощенной бесконечной чередой злодейских атак, Человек-паук забывает о дружелюбии. Все злодеи, встающие на его пути, в лучшем случае теряют здоровье. Комикс очень необычный для Человека-паука. Такой жестокости от персонажа я ранее не видел. Комикс мрачный, брутальный, с элементами ужасов. Выглядит невероятно стильно. Всем рекомендую к ознакомлению. Продолжает тему Человека-паука комикс Человек-паук против Зловещей Шестерки. Комикс издан Marvel Comics в 2016 году. Бонусом с комиксом положили наклейку. Спасибо. Книга комиксов представляет собой современный взгляд на противостояние Человека-паука и Зловещей Шестерки. Визуально комикс выполнен в стиле мультсериала современный Человек-паук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий комикс в очереди на распаковку. Плащ и кинжал. Книга, изданная Marvel Comics, включает в себя первые появления персонажей Плащ и Кинжал в серии про Человека-паука в марте 1982 года, а также их первую сольную мини-серию 1983 года. Над комиксами работали Билл Мантла, Эдвард Ханниган, Рик Леонарди и Терри Остин. Впервые с ними познакомился благодаря видеоигре Spider-Man and Venom и Maximum Courage. Персонажи борются с уличной преступностью, обладая уникальными способностями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Распакуем книгу комиксов Железный Человек. Книга включает в себя первые появления Железного Человека, а также комиксы Начала Нулевых, изданные Marvel Comics. В комиксе из прошлой распаковки Железный Человек уже сталкивался с последствиями выхода собственных технологий из-под контроля. В сегодняшнем Старк столкнется с собственной броней. Меня заинтересовала данная книга после прохождения игры Invincible Iron Man, прохождение которой вы также можете посмотреть у меня на канале. Игра сюжетно основанная на серии Начало Нулевых про сражения Тони Старка с собственными технологиями. Интересной особенностью игры можно выделить наличие раскиданных по уровням скрытых обложек комиксов, которые после открытия можно посмотреть в галерее обложек. В галерее есть прямая отсылка именно к данной серии комиксов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Завершает сегодняшнюю распаковку. Скотт Лэнг. Человек-муравей. Комикс издан на Marvel Comics. Книгу включает первое появление в «Мстителях» в 1979 году, над которым работали Дэвид Микелани, Боб Лейтон и Джон Бирон. Также в книгу входят приключения Человека-муравья, над сюжетом которых работал Мэтт Фрэкшн. Проиллюстрировали Майкл и Лора Олдред. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Рад, что эти прекрасные книги и комиксы пополнили мою коллекцию. Надеюсь, вам было интересно провести со мной время. Оставайтесь со мной, впереди много интересного контента. Не забывайте ставить лайк, подписку, если еще нет, и оповещение о новых видео. Так вы всегда сможете смотреться первыми. До встречи, друзья! Всех обнял ваш Алекс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА